ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российское правительство подумывает над тем, чтобы установить предельные цены на автомобильное горючее. Рост его стоимости опять опережает инфляцию, и чиновники ничего с этим не могут поделать. Только руками разводят. Нефть-то дорожает. Среди планируемых мер заключение дополнительного соглашения с нефтяниками и временное приостановление экспорта бензина и дизельного топлива. ТРАССА СТО ОДИН ГИБДД против возвращения знака шипы на автомобили. Так, ведомство отреагировало на предложение объединения дорожников и производителей асфальта, направленных на более бережное обращение с асфальтобетонным покрытием. Среди них была инициатива снова обязать автовладельцев использовать наклейку с буквой ША. Напомню, что такая обязанность вводилась весной 2017 года, а в конце 2018-го она была отменена. Госавтоинспекция сочла данную меру неактуальной. ТРАССА СТО ОДИН Максимальная скорость движения транспорта в городах 30 км в час? Да будет так! Инициативу, по данным портала Суперджоб, поддерживают почти 60% опрошенных россиян. Из них большинство, около трети, говорят, что новые ограничения надо ввести только на некоторых особо многолюдных улицах. Ранее руководство ГИБДД раскритиковало данную инициативу. Как заявил главный госавтоинспектор страны Михаил Черников, попробуйте сами сесть за руль и проехать по городу со скоростью не более 30 км в час. Абсурд! ТРАССА СТО ОДИН АвтоВАЗ, видимо, повторит свое достижение 2020 года, когда цены на Лады поднимались 6 раз. Четвертое по счету повышение цен в нынешнем году запланировано на 1 июля. Самая доступная модель Тольятинского завода, Гранта, которая стоит сейчас минимум 520 тысяч, подорожает в среднем на 15 тысяч рублей. Веста и X-Ray на 15-20 тысяч, Ларгус на 25 тысяч рублей. Рост стоимости, как и раньше, объясняется удорожанием комплектующих. ТРАССА СТО ОДИН Юрист, экономист, отправляйте своих детей учиться на автоэлектрика. Представители именно этой специальности, говорят эксперты, в ближайшем будущем начнут зашибать нехилые деньги. Ведь грядет эра электрического транспорта. Уже объявлено, что в России через 10 лет каждый десятый выпускаемый автомобиль будет электрокаром. Ну а пока, судя по объявлениям на сайте HeadHunter, автоэлектрики в Кирове получают от 40 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН